привет друзья это пауль крец и очередное видео про первый пятак самый дешевый полнокадровый фотоаппарат в мире да еще и с великолепной картинкой отличнейший аппарат для портретов для обучения там только ручные настройки в общем много могу хвалить эту штучку но в этом нет необходимости поскольку у меня целый плейлист посвящен целая санта-барбара целый сериал посвящен этому фотоаппарату посмотрите в том же плейлисте в котором лежит и это видео сегодня очередной такой небольшой туториал как решить очередную проблему ну так получилось что вот вожусь я с этим первым пятачком такое хобби у меня и всякие проблемы которые с ним возникают я для вас решаю может быть это вам тоже когда-нибудь пригодится проблема ну назовем это так глюк карты памяти дело в том что карта памяти здесь одна и она у нас cf но cf работать неудобно они достаточно дорогие их там в ноутбук просто так не воткнешь некомфортно вот потом частенько бывает эти штырьки ломаются правда это чаще происходит фотоаппарате конечно они в карте памяти потому что до карта памяти нас мама я же пользуюсь чем я неоднократно уже говорил пользуюсь вот такой вот карточкой которая называется toshiba flash air их сейчас очень сложно найти а если находятся то они очень дорого стоят но мне свое время достаточно дешево удалось по моему на алиэкспрессе парочку таких карт я купил это значит sdhc 32 гигабайта она не очень к высокоскоростная ну собственно для первой пятака большая скорость и не нужна это не скорострельный совершенно фотоаппарат и 32 гигабайта для 13 мегапиксельные камеры это вот так вот за глаза соответственно втыкаем эту карточку в адаптер cf sd и приспокойненько вонзаем в фотоаппарат и чем хороша эта карта ну не просто что это sd я могу извлечь и быстренько вставить ноут все переписать но и на ней есть вай фай я про это опять-таки рассказывал кто смотрел мой фотоаппарат уже знает по вай фай прямо на смартфон можете перекидывать себе файлы но в какой-то момент я отформатировал карточку в фотоаппарате увидел что она показывает 4 гигабайта и не понял как это может быть моя 32 гигабайт на гигабайт на карточка быть всего 4 гигабайта вытащил посмотрел мне точно эта карточка вставил в компьютер не понял тоже 4 гигабайта я не помню то ли 32 или 4 мне в компьютере показывал общем фотоаппарате только показалось 4 ну и соответственно когда снимаешь то количество снимков уменьшается и ты фотоаппарат показывать что мало снимков влезет на эту карту памяти а как же такое может быть казалось что действительно при форматировании фотоаппарате не знаю может быть эта карта памяти может быть какие-то другие может чем-то еще проблема но сбивались как-то настройки он начинал ее воспринимать как 4 гигабайт мы вот чтобы вернуть ее в 32 гигабайта мне всего лишь понадобилось ее отформатировать на компьютере казалось бы это небольшая проблема вставили карточку и отформатировали она снова стала 32 гигабайтная но пупа во первых нужно отформатировать в том формате который способен читать фотоаппарат я не помню скорее всего это фат 32 ну то есть не форматируете там в какие-то современные форматы и и вставив фотоаппарат карточку фотоаппарат фотоаппарат снова видел 32 гигабайта да то есть не было никаких проблем и уже больше после этого не нужно было трогать карточку в фотоаппарате то есть если вы хотели удалить что-то почистить фотоаппарат то лучше просто удалять снимки прямо на фотоаппарате либо вставить карту памяти в компьютер и все равно прям как с флешки да с карты памяти удалять файлы не форматируя карту иначе там все сбивается и она опять превращается в 4 гигабайта если вы форматируете в фотоаппарате но на первый взгляд да это не проблема если вы используете фотоаппарат как он есть и соответственно родную прошивку которых там несколько версий можете поставить какая вам нужна но мы же все пользуемся magic lantern каноноводы по крайней мере те кто знает что это такое и если не знаете вот сюда плейлист прикреплю крутейшая штука кто пользуется старыми канонами обязательно должны изучить что это такое и в чем здесь проблема во первых magic lantern не очень много добавляет в первый пятак но добавляет действительно тех функций которые там нет и несколькими функциями я пользуюсь но про это опять таки у меня в плейлисте отдельное видео конкретно про magic lantern для 5d а штука в том что файлы magic lantern лежат на самой карте памяти они не записываются в фотоаппарат поскольку magic lantern не заменяет родную прошивку он работает параллельно родной прошивке как сторонняя программа которая лежит на карте памяти и поэтому во первых если вы меняете карты памяти в фотоаппарате то чтобы у вас постоянно был magic lantern у вас на каждой карте памяти должен лежать magic lantern во вторых если вы форматируете карту вне фотоаппарата то у вас соответственно стираются все данные включая magic lantern с карточки стирается если же форматировать фотоаппарате я не помню как в первой пятаке но обычно magic lantern при формате выдает вам вопрос форматировать с удалением magic lantern или форматировать карточку но magic lantern сохранить можете поэкспериментировать с этим но когда мне нужно было 4 гигабайт но sd превратить обратно в 32 гигабайт но и пришлось форматировать на компьютере конечно magic lantern пропал и magic lantern пришлось установить туда заново и потом карту уже вставлять в фотоаппарат и тогда снова были 32 гигабайта и больше я фотоаппарате уже карту не форматировал а соответственно просто удалял файлы с нее ну вроде бы ничего не глючит есть мнение что периодически нужно форматировать очищать чтоб каких там остаточных не было бит кластеров до каких-то битых файлов чтоб там не затерялось и среди удаленных что в общем то какие-то программерские заморочки кто знает кстати если какие-то в этом большие минусы или нет пишите в комментариях но я не замечал за вот за сколько лет никакой проблемы я просто удалял файлы с карты памяти а саму карту памяти не форматировал вот поэтому если такая проблема возникла что фотоаппарат врет и показывает вам не настоящий объем карты памяти том отформатируйте на компьютере вставьте фотоаппарат и по спокойненько пользуйтесь но если у вас есть magic lantern готовьтесь к тому что magic lantern на компьютере снесется не придется ставить его тоже заново вот такой вот маленький туториал то с чем я столкнулся и ну так пару дней не даже я скажу попаниковал пару дней паниковал прежде чем понял что надо попробовать форматировать на компьютере тоже фотоаппарате ничего не получалось вот так вот если что-то еще обнаружу про первый пятак расскажу вам позже а так спасибо за внимание посмотрите остальные видео про первый пятак посмотрите видео про magic lantern и воспользуйтесь им подписывайтесь на канал с вами был пауль крец бай бай первый пятак вам оставлю здесь вот пусть полежит и мой любимый 200d на который мы снимаем должен сейчас потеряв мое лицо автоматически сфокусироваться на фотоаппарате ну либо я сейчас к ну вот так вот на него пальчиком на соседних слегка размытых областях вам покажется какие-нибудь рекомендации бай